всем большой привет у нас солнечный денек у нас сегодня суббота 4 дня выходных так как у нас в нрв и еще в нескольких землях праздник во вторник день всех святых здесь вспоминают умерших это католический праздник насколько я помню так вот и некоторые фирмы получатся во вторник официально выходной в этих землях и некоторые фирмы сделали своим рабочим так чтобы вот и в понедельник был выходной чтобы получилось четыре дня подряд свободных дней поэтому у нас четыре дня выходных мужа точнее поэтому пытаемся их использовать как-то по максимуму тем более у нас замечательная погода сейчас плюс 20 градусов тепло тепло мы сегодня едем в лес если вы можно так назвать это небольшой лес вот недалеко от хама рядом прям думаю что это при въезде в город все хотели пособирать грибов ну как пособирать мы не знатоки грибные мы не микологи но может быть вдруг я знаю хотя бы как выглядит белый гриб если он там будет то мы соберем их вот все остальное точно есть не будем потому что не знаем не разбираемся чтобы не дай бог не отравиться но вообще самое главное не именно грибы просто погулять насладиться солнышком прекрасной погодой природой уже хотелось выйти из дома потому что дома устаешь постоянно находиться тем более когда такая погода на улице очень хочется погулять так что берем вас с собой нашу субботнюю прогулку а вдруг и грибы найдутся посмотрим все едем в доме мы уже на месте здесь запарковали машину в принципе здесь парковочка организована и сейчас будем гулять тут поют птички так тепло даже если мы не найдем грибов сушитов скорее всего хотя тут смотрю был дождь недавно может они будут и это хотя бы погуляем потому что запах такой свежести вообще есть такая вот аллейка длинная можно гулять туда сейчас сам лесок зайдем видите вот здесь он такой небольшой ну потому что он в черте города в принципе более такой серьезный до большие леса более серьезные они находятся далековато от нас ну как далековато километров 50-60 а сюда нам ехать километров 16 мы ехали поэтому конечно чуть поудобнее далеко особо ехать не хотелось сейчас пойдем посмотрим что там есть интересного здесь домики классно вот так жить практически в лесу до домик рядом домики рядом себе можно гулять здесь тоже домики небольшие такие вот людей кстати не так-то и много но может состав в самом леске будет побольше но здесь на парковке только мы заехали и вот еще люди приехали на машине гуляют собачкой вот так что такие дела у нас такая суббота приятная прогулочная смотрите домик над дверью оленья голова глаза у него удивленные так а мы идем искать грибы не уже смешно мы вообще не специалисты далеко я знаю как выглядит белый гриб где-то не он увидишь тоже но не белый гриб белый гриб белая ножкой белая ножка и данном какой-то земле вообще кто меня смотрит кто будет смотреть это видео пишите в комментариях есть у меня тут вообще грибники или хотя бы люди которые ходили когда-нибудь собирать грибы кстати тут могут быть грибы потому что я смотрю все мокрое да видно дождь тут был у нас не было даже у нас был где-то неделю назад а здесь 3 лужи все так что сейчас палочку найдем и будем ходить искать я так мы немножко пострелили в ютубе разные вид видосики как собирать грибы как это но их там столько разных видов лучше вообще не чтобы не отравиться поэтому я решила так только белый гриб искать я увидела что он самый распространенный стандартный съедобный гриб белая ножка и коричневая шляпка так что будем их искать остальные вряд ли будем брать если увидим вот здесь красиво не нравится так не буду людей снимать чужих то вдруг они не хотят сниматься 3 какая красота дышаться не на дышаться у нас в городе нет таких лесков больших ну побольше там тут маленький на что-то посадку даже не лес будем искать грибочки так я уже хожу с палкой серьезный грибник вот такие грибочки нашли чисто белый чуть коричневее шляпка но мы брать не будем я боюсь я чувствую так ничего не возьмем но на грибочков много кстати разных потому что здесь недавно был дождь и везде вот такие вот эти листья и под вот этими листьями очень много грибов вырос будем смотреть дальше все такие грибы нашли смотрите вообще вот там где мог там и больше всего грибов часто вот здесь я не знаю наверно и за что это вообще хотели скачать надо сойти скачать приложение которое обозначает какой-то гриб как он называется съедобный несъедобный вот такие еще я даже не ожидал что будет столько грибов весь еще вот прям на дереве смотрите это все куски эти это все грибы вообще мы ничего не берем потому что это потому что мы боимся так просто ходим всем так интересно и в сто лет не были в лесу настоящем тут белочки прыгают кстати без небольшой но богатый кстати на ягоды и грибы и в основном грибочки возле вот где деревья где мог где-то там растут под листьями общем где влажность большая вот еще грибочек такой сфокусируемся прям тоненький тоненький то наверно какой-то этот бледная поганка моем понимании все грибы так еще один грибник там впереди ходит так на что мы в ой муж так насмеялись это вообще дима скачал какие-то два приложения для грибов типа сканируешь ну наводишь на гриб сканируешь фото и он пишет что это за гриб так называется съедобный несъедобный но на какой гриб мы бы не наводили приложение пишет что такого гриба не существует такой гриб не найден не обнаружен и так далее зато насмеялись но погода просто замечательно так мы уже в процессе сборки конечно мы ничего не собрали но я думаю что мы не соберем чисто ради интереса просто ходим смотрим так интересно ну конечно в этом надо разбираться наверное что прийти собирать грибы так просто я не думаю с бухты барахты кто-то придет и сразу знает какие съедобные какие несъедобные так далее грибов кстати немало хочу вам сказать потому что видимо был дождь из-за этого вообще уже полчаса смеемся ходим судима скачал два приложения каких-то типа распознавания грибов и что-то ни одно из них не работает какой бы гриб там не 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 сканируешь он все пишет что приложение не то приложение не видит гриб смотрите тут еще белые грибочки я не знаю может кто разбирается напишет в комментариях вот смотрите такие шляпками в общем разные есть там тоже грибов кстати немало потому что влажность такая мокрая все листьев много мох растет везде под деревьями ну прогулка нам прям нравится конечно удовольствие получаем поют птички солнышко светит погода просто замечательная ну лес кстати я думал он маленький вообще не маленький он очень даже большом и страна то что он как бы в черте города где-то там при въезде тут уже дома и жилые вокруг но он немаленький это мы ходили по лесу сейчас ходим просто по дорожке потому что светать в лесок зайдем вот эти несколько дорожек здесь дорожка кусок леса там опять дорожка вот с той стороны так что вот такие у нас субботние приключения еще такой большой гриб смотрите сейчас сфокусирую так он выглядит красиво здесь вообще красиво посмотрите солнце чуть засвечивает конечно дима ушел чуть вперед я хочу сейчас этот гриб просканировать в приложении посмотреть что это за гриб как он называется и всем его едят видите они в основном растут вот где влажность возле бревен каких-то под листочками там где мох так грибники серьезные немножко устали сидим на скамеечке здесь такая скамеечка прямо в лесу и сидим наслаждаемся видом и воздухом с той стороны видите уже жилые дома видно вот между деревьями домик здесь лес такой большой сейчас будем дальше идти гулять не знаю грибы наверное уже смотреть не будем уже все разные посмотрели все равно мы в них не разбираемся но хотя бы увидели что здесь бывают грибы в лесу это хорошо будем знать так что вот так кстати еще хотела рассказать про правила сбора грибов именно в германии по закону грибы можно собирать немного грибов можно собирать где-то полтора-два килограмма на человека то есть для личного использования они на продажу если вас там увидят поймают так далее вас штрафуют поэтому будьте аккуратны с этим кто разбирается в грибах собирает много ведрами нежелательно их собирать здесь вот что еще здесь вообще обычно в каждом лесом есть таблички всякие там написано правило да можно ли собирать в этом лесу грибы что тут вообще можно делать просто гулять или и так далее так что читайте таблички обязательно всегда все написано вот так но мы сегодня ничего не собрали ничего страшного в принципе думаю что мы не планировали собрать просто хотелось посмотреть было интересно походить с палочкой потыкать там поискать грибочки получили удовольствие сейчас все немножко погуляем может быть в хаме заедем в какой-нибудь строительный магазин посмотрим наконец-то нашу полку который мы так и не купили в подвал потому что хотим на днях там полностью поубирать в подвале обустроить почистить все и поставить полку чтобы туда все сложить все вещи и в принципе все потом уже будем ехать домой заниматься дальше домашними делами поехали в магазин обе немножечко задержались лесу потому что встретили пару мужчина женщина же взрослые пожилые тоже можно сказать и пообщались потому что они немножко разговоры на русском языке женщина из польши сама очень давно здесь живут в общем пообщались и про украину и про германию про всех и про все ситуации было приятно теперь заходим в обе кстати я первый раз в этом магазине сколько вот мы живем в германии первый раз в обе не помню если он мюнстере как будто его нет не помнила там на скорбах еще какой-то и строительный но обе не было в баку мы конечно же тоже его нет чтобы мало что есть из магазинов и вот решили в хаме заехать в обе пострять нашу эту полку посмотрим есть тут такие полки сколько не стоит он магазин заходишь как-то прохладненько резко мы как всегда за полкой но сюда останавливаемся в районе запчастей не запчастей как это называется всяких там для машин дима начинает смотреть острички эти кресла для машин сколько стоит потом не нужно 24 35 евро такие стоят так сейчас будем искать там освещение даже не знаю где искать наверно вот в ту сторону огромный такой магазин мы уже в магазине рэва не в нашем городе в обе ничего не нашли по итогу особо то что нам было нужно не полок ничего из есть заехали по дороге это магазин дольберт заехали в рэва потому что дима хочет пиво здесь только в рэва в общем есть его любимое пиво поэтому пошли уже нету сушить тележек все разобрано ничего происходит ни корзинок ничего с возьмем нам ничего не надо много сезон хлеб пиво и воду так мы уже приехали домой сперли заехать в рэва и в лидл и немножко купить продуктов которых не хватает дома взяли вот эту картошку спайса картофелин очень вкусная оказалась тот раз брала ее в эдеке мне очень понравилась такая прям как масло здесь конечно в германии не всегда легко найти берем вкусную картошку дальше дима себе взял такие эти тортильи с с перцем к пиву в лидл взяли такую рыбку была кстати на скидке за 2 чем-то 80 перчик на салатик сейчас хочу сделать пиццу и салатик на вечерку нибудь это такие тоже к пиву сырные эти палочки кто спрашивал кое пиво дима пьет вот такой он всегда покупают вот так называется и она есть только в рэва по крайней мере у нас раньше в кауфланде было 6 тоже нету вот дальше это такая греческая из рэвы тоже это у нас дима взял не знаю что это йогурт написано что йогурта кстати первый раз такой вижу мы не брали такой еще дальше дима тоже взял абрикосовое варенье очень любит его с кусочками там абрикосов здесь еще гранатовый сок который мы обычно тоже в рэвы берем очень-очень вкусный дальше что у нас тут еще огурчики чисто кушать взяли не накинуть салата ничего просто захотелось такую большую банку взяли за три евро здесь еще три бутылочки такого же пива так идем дальше это в виду взяли такое мороженое и мы его очень любит разные они тут мини маленькие с разными вот миндаль или классическая белый шоколад и так далее взяли еще в виду лотка моцарелла была на скидке xxl большая как раз сегодня буду делать пиццу прям во время помидорки тоже в виду на салате дальше вот такие фисташки ему муж взял пиву яблочки это я ем а на них горошек вот такой кукурузка тоже на салатик пойдет так это обычный хлеб здесь ботон хлеба кстати 100 берем в булочных на выходе с магазином там вкуснее огурчики такие тоже соленые палочки это моя любимая овсянка именно вот этот темно-коричневые упаковки очень-очень вкусная здесь кока-кола большая бутылка это мне кока-кола зероцу шуга сукер я говорю на немецком так здесь лук обязательно конечно же куда без лука себе еще взяла вот такие может дима тоже попробует им понравится кем консервированные персики что там захотелось давно и еще взяли две бутылки такой водички просто газированный и еще взяли кстати два блока воды обычный питьевой в рэвы потратили 50 евро в лидл где-то тоже 30 и все уставшие вымотанное вернулись домой прогулку удалась до сейчас по кода замечательные на улице можно еще в принципе гулять но мы уже сейчас будем дома убираться пока дима пропылесосит я сделаю тесто на пиццу загружу вам этот влог смонтирую и сделаю салатик все будем наслаждаться субботним приятным вечером спасибо что смотрели нас как всегда не забывайте ставить лайки и комментарии и желаю вам мира и крепкого крепкого здоровья увидимся в новом блоге пока пока